Восьмое мая это первая пятница месяца, а это означает, что в этот день будут опубликованы свежие данные рынка труда. Вы смотрите очередной выпуск экономического календаря. В этот день рынки во Франции закрыты по случаю государственного праздника, а первым в 5.45 утра выйдет свежий отчет рынка труда в Швейцарии. В марте официальный уровень безработицы в Швейцарии упал до 3,4%, с 3,5%, которые были зафиксированы в феврале. Это произошло благодаря снижению уровня безработиц среди иностранцев. В 7 утра выйдут данные индекса цены жилья в Великобритании от Халифакс. В марте стоимость жилья выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Но при этом годовой рост цен на недвижимость замедлился. Еще одно важное событие для швейцарского франка запланировано на 7,15. В это время выйдут данные индекса потребительских цен в Швейцарии. В марте уровень инфляции в Швейцарии повышался впервые за последние шесть месяцев, что немного ослабило беспокойство по поводу дефляции в стране. Данные торговой сферы Англии выйдут в 8,30. В феврале сокращение дефицита торгового баланса превысило ожидания, поскольку курс фунта ограничивает экспортеров. Ожидаемые данные отчета о рынке труда в США выйдут в 12,30. Апрельские данные могут быть даже более значимыми, чем обычно, в контексте будущей монетарной политики Федерального резерва, учитывая разочаровывающие данные об уровне ВВП в первом квартале и довольно слабый отчет рынка труда за предыдущий период. В это же время будут опубликованы важнейшие данные о рынке труда в Канаде. В марте количество новых рабочих мест в экономике этой страны неожиданно увеличилось на 56 800, но большинство из этих вакансий были с частичной занятостью. На этом очередной экономический календарь подошел к концу. В следующем выпуске смотрите обзор самых важных событий и публикации понедельника. Всего доброго!